МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дагестанские таможенники пресекли попытку контрабанды американских долларов. Старики рвутся в бой. 82-летний махачкаринец обратился в военный комиссариат с просьбой мобилизовать его для участия в специальной военной операции. Качество зависит и от количества. Дагестан получил 28 санитарных машин. Их распределят по медучреждениям городов и районов республики. В Ногайском районе в результате аварии погиб местный житель. ДТП произошло ночью на трассе Кизляр-Тереклимик-Тэб. 55-летний водитель легкового автомобиля из-за несоблюдения дистанции въехал в фуру, остановившуюся на светофоре. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Отметим, что смертность на дорогах в Дагестане продолжает расти. Только за прошлую неделю в авариях погибло 13 человек. Еще 50 получили ранения. Дагестанские таможенники пресекли попытку контрабанды денежных средств в особо крупном размере. Гражданин соседней республики пытался незаконно ввести свыше 30 тысяч долларов США, но был остановлен сотрудниками пограничного управления в пункте пропуска Новофиля. Наличность, не задекларированная в установленном законном порядке, была обнаружена в кабине автомобиля в ходе проведения планового осмотра. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Старики рвутся в бой. 82-летний махачкалинец обратился в военный комиссариат с просьбой мобилизовать его для участия в специальной военной операции. Магомед Курбанов родился в 1940 году. Его отец был участником Великой Отечественной войны. По словам Курбанова, ни один мужчина не имеет права пытаться уклониться от зова Родины. В военном комиссариате поблагодарили активиста за яркий призыв и посоветовали молодым поучиться мужеству у Аксакава. Но в мобилизации отказали. Нам нужно защитить всеми силами, усилищем сего, что некогда бунтует, что не хотят. Около моего комата они собрались, бунтует. Я интернеты видели, соцработница пришла, показала это. Я потом, после этого, я сел и написал заявление, и решил, все, уже конец, больше я не должен уже защищаться. Я не хочу себя наблюдать, как гибнут. Мои погибли, двое моих близких погибли. Согласно требованию руководителя документа, эти котёвые граждане мы не можем сейчас отправлять, потому что у него возраст за 60 лет. Отметим, что ежедневно всё больше горожан прибывают в военкоматы, добровольно, не дожидаясь повестки. Я пришёл сюда добровольно, естественно, потому что понимаю, что Родина – это Родина, её надо защищать. Если мы туда не пойдём, они к нам придут. Кому повестки приходят, пусть не боятся. Они же мужики, как-никак. А если они трусы, пусть сидят тогда. Дагестан получил 28 санитарных машин. Их распределяют по медицинским учреждениям городов и районов республики. Легковые автомобили приспособлены для езды по сельской местности и укомплектованы носилками для транспортировки больных. Машины предназначены для того, чтобы врачи быстрее могли добраться до больных для обслуживания их на дому, а также для доставки биологических материалов в лаборатории. Главные врачи сегодня присутствуют здесь, получают машины. Они уже все имеют определённые задачи по тому, куда будут направлены эти машины. То есть не все машины останутся при центральных районных больницах. Они именно пойдут обслуживать участковые больницы, ФАПы, так, чтобы мы до каждого населённого пункта могли доехать, оказать медицинскую помощь, и чтобы эта медицинская помощь прежде всего была своевременной и качественной. В рамках программы «Модернизация» первичного звена здравоохранения всего в этом году закупят 91 автомобиль. На эти цели будет выделено более 80 миллионов рублей. Ну, самое главное, чтобы все наши действия, все наши действия приносили для наших людей, которые по воле Всевышнего имеют какие-то заболевания, чтобы они получили облегчение. Это самое главное. Да, можно очень много хороших слов говорить, можно там провести много совещаний, но в любом случае должны быть реальные действия. Открытый Дагестан. Северокавказский туристический форум прошёл в Махачкале на Центральной площади. В рамках мероприятия прошла выставка-ярмарка сувенирной продукции от лучших ремесленников Дагестана и мастер-классы по народным художественным промыслам. Свои работы представили мастера по обработке металла, кости, резьбы по дереву, гончарного производства, керамики, ковроткачества, вязания, золотошвейного дела и оружейного искусства. В национальных подворьях угощали традиционными блюдами, танцевали и пели. Каждый субъект Северокавказского округа представлял свои туристические направления, культуру и локацию. Фестиваль очень важен для Северного Кавказа, в целом для всей России, так как сегодняшняя ситуация нас ограничивает, к сожалению, в некоторых поездках. И мы понимаем и видим благодаря таким фестивалям, что большой потенциал Кавказа в целом, как и в России, много представлено, каждый район, каждый субъект представляет свои туристические направления. Они очень красивые, богатые, и такие фестивали позволяют полностью погрузиться и понять, что на Кавказе, в частности, можно отдыхать и нужно отдыхать, и есть где отдыхать. Сегодня городским центром туризма представлена Махачкала в двух стилях. В современном стиле и в стиле времен 90-х годов, где мы представили всю утварь того времени, а также современная Махачкала представляет собой экскурсии, которые предоставляет наш центр и которые можно приобрести у нас. Мы хотели этим показать, что Махачкала, в первую очередь, гостеприимная столица нашей республики, что в старые времена человек, то есть турист, который посетит наш город, мог спокойно постучаться в любой дом и его угостят тем, что имеется в холодильнике. Восемнадцатый год на рынке всегда надежно и качественно. Автозаправочная сеть ВНК расширяет свои границы. Новый многофункциональный комплекс открыли в Карабудахкинском районе по дороге из Манаса в Махачкалу. Курман Рагимов узнал о всех преимуществах этой станции. Всегда надежно и качественно заправить автомобили и почувствовать все преимущества сети АЗС ВНК теперь смогут еще больше дагестанцев и гостей республики. Новая станция открыта на 840-м километре трассы Кавказ. По дороге в Махачкалу из Манаса этот яркий и современный комплекс не заметить будет трудно. АЗС ВНК работает уже с 2005 года на рынке и с этого времени мы максимально стараемся держать качество сервис обслуживания. И наши клиенты тоже очень довольны, заезжают, заправляются. Поставляем лукововские топлива, максимально держим качество. Еще один вектор внимания компании ВНК – удобство посетителей. Для них важно предложить клиенту больше, чем просто заправиться. На просторной территории новой станции есть уютная молельная с обновительным комплексом и супермаркет. Здесь также можно выпить вкусный зеленовой кофе и подкрепиться. Знаю, что достойное руководство, что они поставляют лукововский бензин, поэтому заправляемся здесь. Я думаю, удобство очень важно, конечно, для водителей. Приехали, припарковались, выпили кофе, даже если не нужно заправиться. Зашли в магазин, что-то купили. Комфорт, удобство, топливо хорошее. Все есть, все. В нашей республике ВНК занимает, без преувеличения слова, первое место по своей красоте, по своему масштабу. Очередная такая большая заправка, которая открылась на трассе Манас, Махачкала. Еще один такой же, который вписывается в этот ансамбль, у них есть свой почерк, именно своя красота. И нас это привлекает, простого пользователя, простого автомобилиста. Нам приятно здесь всегда заправляться. Чистота, порядок, очень много удобств, очень много всех возможностей для автомобилистов. Улыбки на лицах и теплота в душе. Открытие нового комплекса – это отличный повод для встречи старых друзей. Мероприятия по стиле представители органов власти, партнеры компании и постоянные клиенты. Несмотря на сегодняшнюю ситуацию, несмотря на какие-то финансовые вопросы, они вложились по максимуму, за что им огромное спасибо, Иваркова. Вместе с ними мы тоже получаем эту культуру. Мы все хотим жить в красивой обстановке, уютной обстановке. И благодаря нашим братьям, и благодаря Всевышнему у нас это получается. Сегодняшняя заправка, сегодняшний комплекс целиком – это один из лучших в Российской Федерации. Все мы, наверное, уверены в этом, и мы это видим. Большое внимание ВНК уделяет обратной связи, есть свое мобильное приложение. Здесь постоянные клиенты получают бонусы и первыми узнают об акциях и спецпредложениях. Кульминацией мероприятия стал розыгрыш подарков. Около 40 призов от пылесосов и блендеров до телевизоров, стиральных машин и холодильников нашли своих обладателей. ВНК – один из наиболее узнаваемых брендов в регионе. Уже 18-й год сеть АЗС реализует топливо высокого стандарта. Доброе имя компания получила в том числе и благодаря поддержке спорта и других социально важных направлений. Все делается ради Всевышнего Аллаха. То, что мы поддерживаем, я может не так же красиво о себе говорить, лучше она скажет даже со стороны. То поддержка, которая у нас сегодняшний день оказывается в мечети, в медресе, в Карабадахканском районе, в городе Махачкали, Дербента. То, что мы поддерживаем, социальные проекты, малоимущие, спорт. И, естественно, к нам обращаются не простые люди, нуждающиеся. Мы прекрасно знаем, что, помогая им, мы, естественно, зарабатываем перед Всевышним тоже и на этом свете, и на том свете. Махачкала оказалась в числе городов-лидеров по росту цен на новостройки. Дагестанская столица заняла 21-е место в рейтинге крупных городов России с наибольшим ростом цен на новостройки. С начала этого года стоимость квартиры в городе увеличилась на 9% лидером. Поэтому показателю стал Хабаровск, на втором месте Липецк и на третьем Иркутск. И о спорте. В минувшие выходные на стадионе имени Елены Сымбаевой прошел спортивный фестиваль «Сильнее всех», который собрал дагестанских спортсменов, паралимпийцев, а также детей и подростков. Участники фестиваля состязались в пяти видах спорта – это дзюдо, армрестлинг, настольный теннис, гонки и стритбол на колясках. Кроме того, для детей были организованы эстафеты и перетягивание каната. В завершение соревнований победителям вручили медали и денежные призы, а детям – подарки и сладости. Двое дагестанских бойцов ММА одержали победы на турнире Лиги Беллатр. Поединки прошли в США. Средневес из Махачкалы Халид Муртазалиев финишировал с отечественника из Северной Осетии Хаджимурата Бестаева. Поединок завершился во втором раунде. Для Муртазалиева эта победа стала 16-й в карьере и 2-й в американской лиге. Также второй успешный поединок в этом промоушене провел Ислам Мамаев. Одноклубник Хабиба Нурмагомедова по итогам трех раундов был сильнее Ника Брауна. Теперь в активе Мамедова 22 победы в ММА. Субтитры создавал DimaTorzok